ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Сайты страховых компаний, возможно, промаркируют в интернет-поисковиках. Сделано это будет для того, чтобы автомобилист, собирающийся оформить электронную автогражданку, видел, что данный ресурс настоящий, а не поддельный. Информация о том, что у известных страховщиков имеются сайты-двойники, созданные мошенниками, появилась зимой этого года. Проблема пока не решена. ТРАССА СТО ОДИН Конституционный суд России подтвердил право инвалидов на 50-процентную скидку на ОСАГО. Плюс это распространяется на законных представителей граждан с ограниченными возможностями. Поводом для разбирательства стало обращение жительницы Нижегородской области, мамы двух детей-инвалидов. В местном управлении соцзащиты ей отказали компенсировать половину стоимости обязательной автостраховки, ссылаясь на то, что собственником машины является она, а не ее дети. ТРАССА СТО ОДИН Хёндекрета по итогам очередного месяца стал самым покупаемым новым кроссовером в России. Он серьезно опережает Рено Дастер, интерес к которому у наших соотечественников потихоньку падает. На третьей строчке разместилась Тойота РАВ-4. Также в первой пятерке Рено Каптюр и Шевроле Нива. По данным аналитиков, сейчас практически каждая вторая приобретаемая машина, новая, относится к сегменту SUV. ТРАССА СТО ОДИН Мерседес-Бенц А-класса, Ауди А5, Тойота Лэнд Крузер 200 и Тойота РАВ-4 возглавили список автомобилей, которые спустя три года эксплуатации работают и выглядят отменно. Что касается марок, то в тройку лидеров по надежности после окончания гарантии попали Форд, Ауди и Тойота. Хуже дела обстоят у Вольво, Киа, Хёнде, Шкода и Ниссан. Полиция Дубая первой в мире возьмет на вооружение электромобили с автопилотом. Их задача – выслеживать и преследовать машины, в которых находятся предполагаемые или реальные преступники. Беспилотники будут передавать информацию о них настоящим патрулям, которые и задержат злоумышленников. Если перед автономным полицейским электрокаром возникнет препятствие, то погоню продолжит находящийся на его борту квадрокоптер. Сообщается, что благодаря функции подзарядки такое авто может нести дежурство 24 часа в сутки. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Ахакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН